Мешает реклама? Жми на крестик в верхнем правом углу. Понимаешь, 15-й год я занимаюсь сетевым бизнесом. 15-й год. За это время я видел много разных вещей. И за это время, конечно же, я кое в чем разобрался. Как работает этот бизнес, какие есть там сложности, какие подводные камни, скрытые опасности существуют. И, конечно же, я познал и все прелести твоего бизнеса. Я далек от мысли, что я все знаю, но кое-что я узнал. И вот я хочу поделиться сейчас с тобой этим опытом. Ты вот новичок у нас. Совсем только недавно начала. Послушай меня. В этом бизнесе самое ценное и самое важное, что я вижу, это возможность для любого человека. Для любого. Независимо ни от возраста, ни от опыта предыдущего, ни от наличия денег, для любого человека стать богатым и успешным. Любой может. Вот это самое важное. В этом вся суть. Вся фишка в этом. Я недавно был в Доминиканской республике. И общался там с ребятами, с русскими, которые там живут и делают бизнес. Крутятся, вертятся на испанском, на английском, на русском, на украинском языках. В офисе вот такая вот кутерьмя. И вот я смотрю за ними и думаю, до чего же русские люди энергичные. Они попадают в другую среду и пытаются там настроиться. Они понятия не имеют о том, что есть сетевой маркетинг. Они понятия не имеют, что можно жить так, как я. Они видят, что у меня есть деньги, но они не знают, кто я такой, чем я занимаюсь. И вот я в течение двух часов сидел у них в офисе и наблюдал за тем, что происходит. Мы общались, я наблюдал. И вот за два часа я понял удивительную вещь. Послушай, они занимаются всякими разными вещами. И авиационными билетами, и туризмом, и строительством. Все, что попадает в руки, все, что дает прибыль в этой стране, и не только в Доминикане, они все используют. И вот, наконец, они надыбли темы. Они провели исследование о том, что в Доминиканской республике, в торговой сети, недостаточно свежих овощей. Парадоксально, но это именно так. Урожай не менее трех раз в году, как минимум. Но свежих овощей дефицит. И они решили эту тему поиспользовать, поэксплуатировать. Что они сделали? Они нашли, есть такое место, оказывается, в Доминикане, Констанца называется. Там плодородная почва. Гумуса много. В горах. Но это не рядом. Это не рядом с тем местом, где они были. Это километров 300-400. Значит, они сняли 10 гектаров земли в аренду взяли. Лучшие плодородные. За хорошие деньги. Они пригласили из Украины, из-под Киева, какого-то талантливого агронома, у которого есть степени научные и так далее. По знакомству. Он приехал, осмотрел землю, определил климатические условия и так далее. И дал рекомендацию, что сажать. 12 видов овощей. Они заказали за 6000 долларов 20-килограммовый ящик с пакетиками разных культур. Кабачки, помидоры, редиска, огурцы, перец, баклажаны и так далее. 12 культур. И они со всей дурацкой мочи наняли людей, вложили деньги и посеяли эти культуры. Все поперло. Редиска на подходе. Первое. И вдруг выяснилось у этих ребят, у опытных, что оказывается надо этих потом собирать. Надо нанять рабочих, которые будут это все собирать. Научить их организовать, собрать, помыть, привести в божеский вид приемлемый. И самое важное, с чем они столкнулись, куда-то положить. Оказывается, нужны ящики. Оказывается, опыт изучения в интернете, то есть все, звонки показал, что надо пластиковые ящики. Латинская Америка, США, Канада, Европа, Китай стали изучать, где взять быстро эти ящики по приемлемой цене и быстро. Оказалось, что в Украине только можно. 4 доллара приемлемые ящики. Есть по 12. Один ящик. Сколько надо ящиков, чтобы с 10 гектаров разные виды овощей. Я зачем так подробно это рассказываю? А эти ящики плывут уже, а редиска подрастает, а деньги вложены, а люди убирают. А потом возник вопрос. А развозить по стране в торговую сеть, по санаториям, по отелям, по супермаркетам? А нигде никто предоплату не делает под овощей? Только на реализацию. А собирать деньги? А транспорт? А сколько нужно грузовых авто? Я когда посмотрел, с чем они столкнулись, они уже сами начали понимать. Но они ввязались, они уже вбухали кучу дней. Вот это бизнес. Сетевой маркетинг лишен всего этого. Если ты дистрибьютор, партнер какой-то толковой компании, мы еще потом поговорим о том, как выбрать компанию, по каким критериям определить, что есть самое важное. Если ты партнер, у тебя вообще голова не болит. Допустим, компания продает сок. Пусть директора думают, где взять этот сок. Пусть они поедут в Таиланд или в какую-нибудь другую страну, в экзотическую. Пусть они сделают там договор. Пусть они определяют качество этого сока, какой он нужен. Пусть они поговорят со специалистами. Пусть они закажут бутылку. Пусть они сделают наклейку. Пусть они сертифицируют этот продукт. Пусть они транспортом доставят этот продукт в страну. Складируют. Пусть они снимут в аренду зал. Пусть они растаможат этот продукт. Пусть они его доставят. Вот где головная боль. Вот это без. А у тебя голова не болит. Тебе нужно просто заработать денег, продавая этот сок. Ты должен его пить и продавать. Ты должен получить свой результат, не нервничая, не думая ни о чем, и продавать. Вот она вся прелесть в чем. Ты можешь за 200, за 300, за 50, за 70, за 100, не более долларов, начать бизнес, который сделает тебя миллионером. В Америке среди огромного количества миллионов миллионеров, 20%, более 20% людей, являющихся миллионерами, сделали бизнес в сетевом маркетинге. Но тут есть и подводные камни, серьезные. Мы о них будем говорить. Сейчас я хочу вот это первое свое сообщение, посвященное сетевому бизнесу, посвятить самому важному. У меня очень мало времени, поэтому слушай внимательно. Слушай внимательно. Сетевой маркетинг, когда человек в него вступает, он может огромное количество людей как катапульты выбросить обратно. И если ты попадешь в эту катапульту, и тебя выбросит из сетевого бизнеса на начальном этапе, это трагедия. Огромное количество людей, не получив результата, выпадают, и это трагедия. Самое важное, нужно понять, нужно продержаться год. Нужно не сдаваться ни при каких обстоятельствах. Не сдавайся. Вот главный принцип. Не сдавайся. Ты помни, что если у тебя что-то не получается, ты всегда можешь попробовать что-то другое. Если у тебя не получается с этим, с таким подходом, ты всегда можешь попробовать что-нибудь другое. Помни, ты всегда можешь попробовать что-нибудь другое. Только не сдавайся. Не сдавайся, и ты можешь стать богатым, успешным и свободным. Миллионером. 15-й год я занимаюсь этим делом. И я 10 лет работал в компании, где у меня не очень здорово шли дела. И я знал, что я видел людей, которые стали миллионерами. Я видел людей, которые миллион долларов в месяц получали в этом бизнесе. И мне не надо было, как Томасу Эдисону, придумывать, делая тысячу неудачных экспериментов, лампочку. Благодаря которой мы сегодня все при свете живем. Я знал, что есть люди, которые это сделали. И ты знай, не будешь сдаваться, победишь. Не сдавайся, и у тебя обязательно получится. Ты станешь богатым, ты станешь успешным. Не сдавайся, помни, что есть другие способы, которые позволят тебе преуспеть. И один из важнейших направлений, один из тех самых незаурядных шагов, которые ты можешь сделать, это интернет. Это интернет. Помни, что есть интернет. Если ты там еще не был, если ты еще как следует не разработал эту тему, у тебя есть потрясающий шанс. Жди следующего сообщения, и мы обязательно, обязательно с тобой преуспеем. Удачи!